приветствую дорогие друзья с вами елена виктор новогнистая канала к english практика и в данном плейлисте мы с вами работаем с английскими текстами уровня принтер медиа тире интер мире то есть разбираемся в словаре в том из каких грамматических конструкций состоит текст будет интересно если вы хотите углублять свои знания английского языка и понять как английский язык функционирует давайте посмотрим на наш сегодняшний текст это текст 32 называется being outdoors быть вне дома быть на улице проводить время на улице сперва этот текст мы с вами послушаем потом разберем все что в нем есть интересного и в конце еще разочек вспомним все чему мы научились поэтому фиксируйте насколько было понятно или непонятно в начале и насколько понятно или непонятно наоборот по итогам просмотренного урока закреплять полученный материал в том числе благодаря ворбуком рабочим тетрадям которые обращаю ваше внимание доступны если вам нужно больше упражнений упражнения для абсолютно каждого текста данного плейлиста ну что ж друзья мы поехали давайте текст прослушаем мая favorite time of year is the summer I like being outdoors doing anything from hiking to going to the beach last week I went to the beach with some friends I was glad I brought sunscreen since it was a really hot day and I'm sure I would have gotten a sunburn within 15 minutes we set up our beach umbrella and beach chairs and played some volleyball a few of us went into the ocean for a swim but most of my friends just lounged around on the sand this weekend I'm going hiking I stopped by the store and got some insect repellent the last time I hiked in the mountains I came back with big mosquito bites all over my legs this time I'm going to be prepared I was going to try a new trail and I wasn't going to let a few mosquitoes get in the way в этот раз начитка более динамично обращаю внимание бывает читают очень медленно бывает читают с нормальной скоростью вот как сейчас то есть это темп обычного разговорного американского английского ok now let's go translating this text my favorite time of year in the summer любимое время года это лето I like being outdoors мне нравится быть на улице doing anything from hiking to going to the beach делать все от походов до пляжа last week I went to the beach with some friends на прошлой неделе я ходил на пляж со своими друзьями I was glad I bought sunscreen since it was a really hot day я был рад что я купил солнцезащитный крем потому что это был очень жаркий день and I'm sure I would have gotten a sunburn within 15 minutes и я уверен что я бы обгорел буквально за 15 минут we set up our beach umbrella and beach chairs and played some volleyball мы установили наши пляжные зонты и стулья и начали играть волейбол a few of us went into the ocean for a swim but most of my friends just launched around on the sand некоторые из нас пошли в океан поплавать но большинство из моих друзей просто нежились на песке this weekend I'm going hiking на этой неделе я иду в поход I stopped by the store and got some insect repellent я остановился для магазина и купил средства для отпугивания насекомых the last time I hiked in the mountains I came back with big mosquito bites all over my legs в прошлый раз когда я отправился в поход в горах я вернулся с огромными укусами комаров по всем ногам this time I'm going to be prepared в этот раз я буду готов I was going to try a new trail I wasn't going to let a few mosquitoes get in the way я собираюсь попробовать новую тропу и я не позволю парочке москитов встать у меня на пути ну что ж давайте смотреть здесь по тексту интересно то что довольно таки разнообразная грамматика неплохой словарь и в целом много таких любопытных оборотов в целом текст как видите тема хобби то есть чем можно заняться тема бич или хайкинг достаточно популярно очень многие люди ходят хайкинг да в походы то есть это достаточно популярное мероприятие ну что ж поехали теперь говорить по каждому предложению в отдельности my favorite time of the year my favorite time of year is the summer the summer в американском варианте мы можем говорить сезоны как с артиклем так и без можем сказать my favorite time of year is summer можем сказать my favorite time of year is the summer кстати почему-то просится time of the year тоже хочется сказать артикль но видим можем и без него время в предложении present is ну дальше там у нас будет работа с временами мы об этом поговорим айлайк бин аудорс мне нравится быть на улице би аудорс это проводить время вне дома indoors это в доме соответственно в помещении аудорс вне дома вне помещения почему здесь не би а бинк бинк это герундий используется после глагола лайк мы с вами уже несколько раз видели что следующий идущий после лайк глагол очень часто стоит становится именно форму герундия то есть в варианте инк соответственно глагол би в форме герундия выглядит как бин айлайк бин аудорс дуэн продолжение тоже в герундии до дуэн и не тэн и делать все имеется ввиду все разнообразие пром ту от 1 до 2 from one to two from hiking to going to the beach от походов до пляжа от походов имеется ввиду пеших походов до до походов на пляж going to the beach и опять же мы видим что здесь действие также указаны форме герундия то есть в инговой форме hiking и going здесь уже не потому что это было лайк да а потому что здесь мы даем понятия понятия очень часто если они образованы от глагола но используются как существительное то есть не ходить а поход то в этом случае мы также используем в английском языке для этого герундий то есть инговую форму глагола и здесь он повторюсь работает как существительное то есть что hiking вот hiking вот going надеюсь тут все понятно двигаемся дальше last week i went to the beach with some friends на прошлой неделе я ходил на пляж с моими друзьями теперь у нас идет пересказ прошлых событий так как мы говорим о прошлом мы меняем времена мы сразу задаем как бы тренд того что будем говорить о прошлом и даем маркер времени last week на прошлой неделе то есть все мы уже будем говорить с используем времен past и сразу видим i went when вторая форма глагола то есть past simple i went to the beach we go to some place когда мы указываем куда идем мы используем предлог to we went to the beach i went to the beach я отправился на пляж with some friends с некоторыми друзьями хочется не знаю может быть уже все об этом давно знают но слово beach очень созвучно с одним неприличным словом beach звучат они для англичан по-разному для русскоговорящих звучат одинаково особенно когда у человека не поставлена фонетика он говорит и beach пляж и beach вот они хорошая женщина до пишется кстати по-другому с буквой ай вместо и эй и соответственно если у вас проблемы с фонетикой вы можете эти два слова говорить одинаково на самом деле разница в произношении у нас существенная то есть beach длинный звук такой и ближе к и beach i went to the beach with some friends и поверьте если вы говорите правильно никто не подумает что вы ходите к женщинам на букву b и так и менту забить вы сам friends а у с глад айбот санскрин я был рад что я купил солнцезащитный крем санскрин дословно как экран от солнца да ну то есть этот крем он как пленочка да начинает работать как экран лайка screen that protects your skin from burning sun from the burning sun он работает как экран как пленка которая защищает вашу кожу от палящего солнца и так здесь у нас несмотря на мало слов два предложения а его сглая первое предложение айбот санскрин второе предложение вот уже на этом блоке при переводе на русский язык мы говорим я был рад что и чему я был рад что я купил крем в английском языке вот это вот что здесь пропущена также не нужна и запятаем мы с вами в прошлом уроке а запятых сказали довольно таки много и так я был рад видим тоже используем пасим был воз и пасим был вот вторая форма глагола а возгляд айбот санскрин since it was a really hard day так как это был очень жаркий день здесь since не используется в значении с тех пор как а как причина да так как потому что сэнс довольно редкий вариант использования сэнс в таком контексте но тоже можно since it was так как это был опять же в воспасимпл и рилы от дэй очень жаркий день и на им шер я уверен а вот в год на sunburn within 15 minutes я уверен что я бы обгорел за 15 минут а им шер первое предложение теперь сразу точно так же как в случае с i was glad мы говорим в чем я был уверен да в чем это заключалось в русском языке появляется что запятая на письме в английском ничего нет просто интенсионно показываем границы предложений амшер айвуд хэвгаттэн эссом бэрн в данном случае вот хэвгаттэн это модальный глагол вуд с перфектным инфинитивом хэвгаттэн почему здесь используется такая форма значит будут в данном случае показывает что же она показывает друзьям и я вот сама не знаю хэвгаттэн показывает что ситуация относится к прошлому соответственно здесь будут показывает альтернативное будущее то тот же принцип что мы используем в условных предложениях третьего типа и кстати именно в этих условных предложениях третьего типа мы и встречаем подобный инфинитив а вот хэвгаттэн я бы получил то есть здесь мы показываем что могло бы случиться в прошлом да так как это вероятность то для этого мы предпочитаем действительно использовать будут то есть абсолютно также как условных предложениях второго третьего типа но так как ситуация привязана к прошлому а не к настоящему будущему то соответственно инфинитивный тоже должны взять перфектный еще у меня есть разбор темы модальные глаголы на данном канале там я в частности говорю о четырех видах инфинитива в чем отличается по смыслу простой инфинитив ну например would go да от перфектного будет have gone то есть перфектный когда хэв и третья форма глагола гаттэн американская форма гатт британская я уверен что я бы получил солнечный ожог get a sunburn получить солнечный ожог то есть обгореть по-нашему они получают ожог мы обгораем и за какое время вы дэн в течение или за время with in 15 minutes так предложение очень длинное давайте я его буду читать с паузами и паузы я буду выделять так чтобы видели границы где заканчивается одно предложение начинается другое айвус то есть видим что объемное предложение а запятых на нем посмотрим давайте раз и все то есть на четыре сложных на четыре мини предложения в пределах одного большого всего лишь одна запятая вот как это работает в английском языке совсем не так как мы привыкли идем дальше высота power beach umbrella and beach chairs and play some volleyball мы установили сетап установить что-либо то есть установили как бы зафиксировали да вы сэроп и что мы сделали высота а брала наш зонт and a cheers наши стулья и есть характеристика какие они пляжные beach umbrella beach chairs and play some volleyball и играли в волейбол также сет это вторая форма глагола но этого не видно потому что в сайт во всех трех формах выглядит абсолютно одинаково сет-сет-сет но по плейд в принципе можно догадаться что это уже явно не первая форма а вторая вы плейте имбала был по контексту понятно так как все таки ситуация описательная да мы описываем что герой делал да и соответственно мы везде используем для описания прошлых событий наш любимый дорогой пас цимпл совершенно типично для английского языка дальше и фью вас went to the ocean for a swim некоторые из нас пошли в океан поплавать a few вас некоторые но имеется ввиду немногие из нас то есть мало человек до малое количество людей из нашей группы и у вас можем переводить пару человек несколько человек пару человек некоторые и у вас went into the ocean пошли в океан то есть внутрь океана условно говоря into the ocean они вошли в океан да и went into the ocean для какой цели for a swim чтобы поплавать для того чтобы указать цель в виде понятия a swim то есть плавание да мы используем предлог for и собственно говоря понятие вы went for hamburger мы пошли за гамбургером и went for a swim мы пошли за плаванием то есть для того чтобы плавать здесь не удается перевести существительным но в принципе a swim здесь именно как что существительное a few of us went into the ocean for a swim but most of my friends just launched around on the sand но большинство из моих друзей смотрите в предложении в блоке a few of us и most of them most of my friends здесь используется один и тот же принцип обратите внимание когда мы хотим указать количество от общего числа мы для этого используем количество местоимения например few или most потом используем предлог of а потом указываем собственно говоря от какого общего мы говорим количество то есть небольшое количество друзей a few of my friends большая часть друзей most of my friends so when we unite a few of my friends and most of my friends we get the whole group а мы получаем всю группу теперь что эти люди делали just launched отдыхали нежились around on the sand просто нежились на песке все this weekend i'm going hiking на этой неделе я иду в поход здесь уже смотрите мы переходим в планы о будущем когда в английском языке мы говорим о том что мы планируем сделать это действие касается будущего для этого мы предпочитаем использовать несколько вариантов можем использовать будущее например will можем использовать оборот be going to i'm going to do something можем использовать present continuous i am playing i am writing i am discussing и так далее present continuous но он будет означать будущее также соответственно в нашем примере this weekend в эти выходные которые наступят все мы уже ввели маркер будущего времени так же как last week мы ввели маркер прошлого времени да здесь мы уже говорим о будущем this weekend и в данном случае мы выбрали способ present continuous i'm going hiking мы используем оборот go hiking где go является глаголом hiking просто вид деятельности да можем сказать go shopping go riding a bike и так далее в общем go мы поставили форму present continuous и получили i'm going hiking то есть на этой на этих выходных я иду в поход i stopped by the store and got some insect repellent я остановился возле магазина и купил отпугиватель комаров значит здесь хотя мы вроде бы начали о планах но мы сказали о том как мы готовимся к походу i stopped by the store я остановился около магазина в прошлом да и stopped теперь где by the store возле магазина and got и купил тоже best simple сам insect repellent у нас также на подобных средствах до пишут repellent то есть в принципе слово для вас не должен быть чужим инсект это насекомое соответственно запомните только в английском repellent до ударение на второе и инсект repellent то есть отпугиватель насекомых средства для отпугивания насекомых i stopped by the store and got some insect repellent the last time i hiked in the mountains в последний раз когда я ходил в поход в горы the last time ну видим что слово less но все-таки очень часто фигурирует в контексте прошлого да опять рассказываем историю the last time i hiked в последний раз когда я был в походе hiked то есть хоть ходил пешком да in the mountains в горах но обратите внимание что конечно хайк и бог имеют разный смысл хайк это именно пеший поход с целью просто походить по исследовать тропы бог это просто передвижение пешком то есть и ближе к прогулке да салда last time i hiked in the mountains i came back я вернулся камбек вернулся with big mosquito bites с большими укусами комаров all over my legs везде по всем ногам all over везде повсюду значит mosquito это не обязательно москитные комары обратите внимание москита это просто комары в английском языке комары называться mosquito то есть ног москитным корма комарам они не имеют никакого отношения не знаю почему так запомнить ну и соответственно байт это укус this time в этот раз смотрите как меняется the last time прошлый раз this time в этот раз i'm going to be prepared я буду готов и вот здесь мы видим второй способ как говорить о будущем о котором я вам сказала здесь мы используем оборот going to i'm going to be prepared данном случае be prepared это быть готовым да но я собираюсь быть готовым то есть условно говоря я подготовился i'm going to be prepared то есть таким образом мы можем использовать present continue значение будущего i'm going можем использовать оборот be going to и действия i'm going to be как в данном случае айвоз гонки трое не трейл и на айвоз гонку инкту лета фимоскитов гетендовой давайте по блокам айвоз гонки трой я собирался попробовать смотрите здесь также у нас оборот going to видим вот он айвоз гонки трой тот же самый оборот что предыдущем предложении но есть особенности здесь он говорится не от из а от вас и в данном случае если мы используем не из а вас это уже грамматика уровня интер мире то мы говорим о том что у человека были какие-то планы в прошлом то есть видимо он заранее не в данный момент решил что ага я вот прямо сейчас буду пробовать новую тропу он уже заранее сказал что допустим вчера позавчера когда он планировал поход он решил что он будет пробовать новую тропу то есть по смыслу по переводу i was going to try new trail так же само переводится будущим я буду пробовать новую тропу но в английском языке здесь есть скрытый смысл вот этот вот что вот показывает что решение было принято в прошлом не сейчас а в прошлом and i wasn't going to let a few mosquitoes я не позволю парочки москитов парочки комаров get in the way встать у меня на пути устойчивого выражения get in the way стать на пути помешать мне то есть стать препятствием на моем пути и здесь второй раз мы видим оборот going to вместе с was i wasn't going to let я не не собираюсь позволить чему-то там произойти почему воз потому что видимо решение что больше такого не будет было принято тогда в прошлом когда герой был искусан комарами на и соответственно уже тогда в прошлом он принял решение он больше не позволит комаром портить себе жизнь и так как решение было принято тогда он говорит об этом через воз а его зонгой ту летит happen но по переводу опять же мы этого не видим этот контекст полностью абсолютно сто процентов теряется в русском переводе и в переводе поэтому вы увидите просто будущее то есть невозможно это передать то что у нас в русском языке просто отсутствуют такие категории но давайте обратим внимание просто на то как это выглядит оборот be going to плюс глагол если мы принимаем решение из момента нау и говорим вот сейчас условно говоря я решаю что будет так i'm going to do it i am going to do it а если мы тогда в прошлом например вчера мы решили будет так но мы говорим об этом сейчас то мы будем использовать вариант с was i was going to do it so i decided that i was going to do it я решил что я буду так делать но решение повторюсь принято было из прошлого вот такие тонкие нюансы контекстные которые понимаешь только если достаточно глубоко изучил английскую граммать поэтому друзья мы не пренебрегайте ею на не настолько прям страшно и ужасно это английская грамматика чтобы ее бояться но она не знание грамматики доставит вам намного больше проблем поэтому я и сижу здесь и объясняю вам все эти тонкости нюансы надеюсь друзья мы вы это цените так давайте теперь еще раз посмотрим на наш vocabulary на новый словарь урока да по грамматике мы все разобрали времен тут довольно таки многое есть о чем поговорить ура потому что я люблю это так смотрим outdoors это быть вне дома то есть когда деятельность у вас на 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 улице да уличная деятельность outdoors hiking поход sunscreen это не солнечный экран а это крем который защищает от солнца на солнцезащитный крем sunburn ожог ну и соответственно get a sunburn это вы обгорели да условно говоря получили солнечный ожог кстати sunburn может использоваться и в значении глагола не обязательно использовать как существительное здесь вот a sunburn именно понятие что ожог но i sunburned я обгорел на солнце так тоже можно сказать launch отдыхать имеется в виду расслабляться релаксироваться insect repellent это у нас средство для защиты от насекомых trail тропа и get in the way встать на пути you will never get in the way ты никогда не встанешь у меня на пути интересный оборот используется весьма часто теперь друзья мы полюбуйтесь пожалуйста на перевод данного текста вот он здесь перед вами сделайте себе скриншот и я вас призываю обязательно делать обратный перевод данного текста потому что это одна из самых-самых лучших практик пусть она даже долгая нудная эта практика на это один из самых классных способов как закреплять материал то есть берете русский вариант перевода и переводите сначала письменно сверяйтесь с оригиналом смотрите что не сошлось почему не сошлось а потом делайте перевод слух вот вариант слух он прямо самый мега сложный но я проверяла со своими учениками, что если хотя бы месяц ученики занимаются, лучше, конечно, два, ну, полтора, да, но если хотя бы месяц регулярно, хотя бы два раза в неделю делать такие обратные переводы вслух, то это прям очень здорово влияет на ваш английский. Единственное, предупреждаю, это будет очень сильно злить, потому что очень тяжело работать с данными заданиями поначалу. Ну, ничего, друзья мои. Что последнее? Последнее мы с вами еще разочек прочитаем данный текст. Буду читать с паузами, чтобы в паузах вы успевали первое. Вспомни, как все переводится. Второе можете повторять за мной вслух. Третье можете писать под диктовку. Let's go. My favorite time of year is the summer. I like being outdoors. Doing anything from hiking to going to the beach. Last week I went to the beach with some friends. I was glad I bought sunscreen since it was a really hot day and I'm sure I would have gotten a sunburn within 15 minutes. We set up our beach umbrella and beach chairs and played some volleyball. A few of us went into the ocean for a swim but most of my friends just lounged around on the sand. This weekend I'm going hiking. I stopped by the store and got some insect repellent. The last time I hiked in the mountains I came back with big mosquito bites all over my legs. This time I'm going to be prepared. I was going to try a new trail and I wasn't going to let a few mosquitoes get in the way. I was going to try to get in the way. Отлично, друзья, мы надеемся, что урок вам понравился и последнее, что нам остается. Давайте прослушаем начитку от диктора. Надеюсь, в этот раз и на слух будет более понятно и по смыслу тоже, если какие-то проблемы были с пониманием, сейчас они хотя бы по большей части ушли. Кстати, пишите, насколько вы это ощущаете по итогам урока. Работайте над вашим английским языком и ставьте лайки этому видео, если вам понравилось. С вами была Елена Викторовна Вагнистая, канал OK English. Практика, подписывайтесь на мою телегу, там вся основная информация по новым проектам OK English, чтобы ничего не пропустить, чтобы вы потом не жалели, что пропустили что-то важное, подписывайтесь, я не особо надоедаю вам какими-то постами и новостями, публикую редко, но метко. Все, друзья, мы прощаемся и слушаем еще раз наш текст. Bye! My favorite time of year is the summer. I like being outdoors, doing anything from hiking to going to the beach. Last week, I went to the beach with some friends. I was glad I brought sunscreen since it was a really hot day and I'm sure I would have gotten a sunburn within 15 minutes. We set up our beach umbrella and beach chairs and played some volleyball. A few of us went into the ocean for a swim, but most of my friends just lounged around on the sand. This weekend, I'm going hiking. I stopped by the store and got some insect repellent. The last time I hiked in the mountains, I came back with big mosquito bites all over my legs. This time, I'm going to be prepared. I was going to try a new trail and I wasn't going to let a few mosquitoes get in the way. I was going to be prepared. 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 Продолжение следует...